В Донбайе прошел международный форум «Женщина-мать» во время Великой Отечественной войны, посвященный Дню Матери и к 75-летию Великой Победы. Данное мероприятие направлено на культивирование образа женщины-матери во время войны, ее подвиги и во благо своих близких и отечества. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Женщины в страшные годы Великой Отечественной войны были опорой мужчин и вложили неоценимый вклад в победу над фашистскими захватчиками. В течение нескольких дней в международном форуме приняли участие представители различных объединений. Мероприятие проходило как офлайн, так и в онлайн формате. Нам очень важно отдать дань памяти тем женщинам, которые в сложное время ковали победу в тылу и защищали отчизну на фронтах войны, отмечают организаторы. В Великой Отечественной войне, к сожалению, погибло очень много женщин. И участниц как в бою, так и в тылу было очень много женщин. И мы решили, что наш долг отдать дань памяти и уважения этим женщинам и брать пример как для себя, так и для подрастающего поколения. Так как женщины в те годы были опорой и опорой для мужчин. Женщины были и бойцами, женщины и в тылу вложили очень много усилий. Форум был организован благотворительным фондом «Достойная память». Также активное участие приняли ветераны-афганцы и члены различных женских объединений. Онлайн формат мероприятия позволил присоединиться жителям и других регионов страны. Каждый из них делался своими историями о женщинах-героях, а также и о том, какой ценой была завоевана победа. Участники уверены, что подобные встречи позволят не только раскрыть героические страницы истории, но и передать память о подвиге женщины-матери. На плечи женщин в Отечественную войну была возложена очень страшная миссия. Во-первых, провожать на войну своих сыновей, своих мужей, своих братьев, терпеливо ждать. А сколько семей, сколько матерей, у которых сыновья по 12 человек ушли и не вернулись. Поэтому мужеством наших женщин в период Отечественной войны мы должны постоянно говорить молодежи. В годы войны женщины проходили службу в медицинских батальонах. На онлайн-площадке форума, собравшиеся, подчеркнули роль женщин, благодаря которым были спасены тысячи жизней. И сегодня задача будущих поколений – сохранить их историю и брать с них пример. Они были и на боевых должностях, но были и такие, про которых не говорят эти целые батальоны, которые занимались обстирыванием просто. В медицинских батальонах, в которых нужно было бинты восстанавливать, стирать. То есть это огромная армия женщин, которая участвовала, просуществовала во фронтовой полосе, обеспечивала войска и без них не было бы победы. Также в рамках форума участники посетили живописнейшие места курорта Домбай и музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Али Халеб Шоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Домбай.